Олиноидес трилобит из кембрийского периода. Его останки найдены хорошо сохранившимися в бёрджерских сланцах в Канаде. Он вырастал до 10 сантиметров в длину. Олиноидес имел базовую структуру всех трилобитов – цефалон или головной щит, торакс или тело из семи сегментов и, наконец, полукруглый пигиди или хвостовой щит. Его антенны длинные, изогнутые назад и вдоль боковых сторон. Его тонкие ноги говорят о том, что он был не пловцом, а скорее ползал по морскому дну в поисках добычи. Это также подтверждается окаменелыми следами, которые были найдены в Канаде. Заметные W-образные раны, которые уже почти зажили, оставшиеся на борстах Олиноидеса, могли быть нанесены охотившимися на них, аномалокарисом. Его отличительными чертами является большая глобель с параллельными сторонами, глубокие борозды между плеврами правой и левой части пигидия и стройные шипы на пигидии, а также наличие самых распространенных конечностей, имеющихся у трилобитов в бёрджерских сланцах. Образцы были найдены в местечке Марджумиан, США, штаты Юта и Нью-Йорк. В общем, кембрийские окаменелости Олиноидеса были найдены в Канаде, Британская Колумбия и Ньюфаудленде, Гренландии, Казахстане, России и США, штат Айдаха, штат Невада, в честь которого назван вид Олиноидес Неваденсис, штат Нью-Йорк, штат Пенсильвания, в честь которого назван вид Олиноидес Пенсильваникус, штат Вирджиния, штат Юта и штат Вайоминг. 213 экземпляров Олиноидеса известны из отложений Большого Филопода, где они составляют 0,4% всего животного сообщества. Целостность найденных образцов в бёрджерских сланцах сделали Олиноидес одним из самых известных трилобитов. Олиноидес ранее был известен как Неоленус. Каотения иногда считается младшим собратом, поскольку основной морфологической разницей между двумя родами было отсутствие коотения глубоких борозд на пигидии, имеющиеся у Олиноидеса. В настоящее время полагают, что эти бороздки были различны и у разных видов. Олиноидес является трилобитом средних размеров с широко овальными очертаниями. Его цифалон или головной щит является полукруглым. Центральная приподнятая часть цифалона или глобель параллельно сторонняя, закруглена в передней части и почти доходит до края цифалона. Тонкие глазные гребни протянуты от переднего конца глобели до мелких внешних смычковых глаз. Подвижные щеки сужаются у начала прямых головных шипов, которые протягиваются до третьего сегмента торекса. Сегментированный торекс состоит из семи сегментов, на которых располагаются игольчатые шипы. Полукруглый хостовой щит или пигидий имеет шесть осевых колец, которые уменьшаются в размерах от края пигидия. Цифалон торекс и пигидий имеют приблизительно одинаковую длину. Если вы являетесь любителем палеонтологии, доисторических существ или вам просто понравилось данное видео, то будьте добры поставить лайк, подписаться на канал, вступить в группу канала, ссылка будет в описании. Я продолжу делать видео по этой тематике.